Шесть фигурантов уголовного дела по Россельхозбанку признаны виновными. Об этом стало известно сегодня на заседании в Советском районном суде. Уголовное дело возбудили еще в 2017-м. По версии следствия, директор Россельхозбанка Тамерлан Каджаев производил незаконные операции по расчетному счету компании «Сармат», открытому в банке. При этом один из предпринимателей подыскивал физлиц и через их расчетные счета обналичивал деньги. Обвинение утверждает, что за неполные два месяца подсудимые изготовили семь поддельных платежных поручений. По этим документам они незаконно перевели свыше 45 миллионов рублей на счета подконтрольных физлиц. Директора филиала признали виновным еще по одной статье. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Суд назначил ему условный срок в два с половиной года с решением права занимать в течение года руководящей должности в банковской системе. Также он заплатит штраф в 300 тысяч рублей. Остальные фигуранты уголовного дела, признанные виновными в незаконной банковской деятельности, получили условные сроки и штрафы от 200 до 300 тысяч рублей. С приговором я не согласен. Я в процессе не признавал свою и сейчас ее не признаю. Приговор, конечно же, будет обжалован, когда мы его получим в полном виде. Пока в апелляционную инстанцию, а дальше в зависимости от решений. Апелляционная инстанция рассматривается в Верховном суде республике.